Я очень рада приветствовать вас в новом видео. Сегодня я для вас подготовила что-то достаточно интересное. Решила провести эксперимент и испечь пшеничный хлеб на ржаной закваске. У меня в комментариях поступали такие вопросы, можно ли использовать ржаную закваску в простом хлебе, в привычном. Можно. Сегодня покажу, как это делаю я и сразу скажу спойлер. Все получилось, все удачно, поэтому спокойно можно заменять в таких же пропорциях пшеничную закваску ржаной. Сразу покажу вам, вот такая красота вышла. Очень хороший, очень ароматный. Сразу скажу, что и вкус, и запах отличаются, но, конечно же, в лучшую сторону. Поэтому желаю вам приятного просмотра. И давайте с вами творить и экспериментировать вместе. Для сегодняшнего замеса нам с вами понадобится вода, пшеничная мука, ржаная цельнозерновая мука, солод ржаной ферментированный, подошедшая готовая к замесу. Закваска, ржаная, соль и еще хочу добавить семена льна для аромата и вкуса. Соответственно, емкость и прибор, который мы будем с вами замешивать тесто. Смешиваем нужное количество воды, я все отвесила заранее, всю муку, заквасочка. И начинаем с вами потихоньку смешивать. Давайте сразу все добавим, чтобы не заморачиваться. Все смешиваем. Тесто становится плотным, вилкой его уже неудобно размешивать, поэтому воспользуемся руками. Понятное дело, что тесто липкое, совсем непослушное. Сейчас мы немножко его размешаем и оставим на минут 30-40 для авториза. Миксер использовать не будем, все сделаем просто. Ну вот, клейковины не работает, просто непонятная жижа. Оставляем на авториз. Итак, прошло 40 минут с момента постановки теста на авториз. Давайте его проверим, как оно у нас работает, как оно тянется. Прекрасно. Клейковина начинает работать. Сейчас нам немножко нужно его помять. Рецепт у нас без полноценного замеса, без миксера, только руки. Сейчас нам немножко его нужно порастягивать. Видите, тесто такое достаточно густоватое. Это не есть хорошо. Ну то есть оно такое прям колом стоит. Я хочу добавить еще воды, так называемую воду 2. Здесь у меня 15 грамм. Понемножку вливаю и вмешиваю воду. Потихоньку вмешиваем. Добавляю оставшуюся. Вмешиваю дальше. Ну вот, буквально одну минуту я его помесила. Вода хорошо вмешалась. И не забывайте, что следует обращать внимание именно на вашу муку. На ту, на которую вы печете. Вам может быть вполне достаточно этих 200 грамм воды. И вода 2 не понадобится. У меня мука не слабая, поэтому пришлось добавлять еще в воду. Вот сейчас тесто хорошее, не жидкое, не густое. Мы оставляем тесто дальше на брожение. Сейчас через 40 минут будем делать первую обминку. Если что, температура в помещении у меня 24 градусов. И при 24 градусах оно у нас все время будет бродить. Все, оставляем. Через 40 минут делаем обминку. Наступило время нашей первой обминки. Всего, я думаю, их будет у нас 4. Смачиваем руки в воде. И очень простыми движениями подгребаем сразу все наше тесто. И начинаем его натягивать и подкручивать. Таким образом, скручиваем его. Вроде, чтобы не векли руки, периодически смачиваем воду. Все, тесто хорошее. Вставляем его дальше в на брожение. Еще на 40 минут. Делаем вторую обминку. Все точно так же. Мокрыми руками растягиваем тесто. Дальнейшие обминки я показывать не буду. Встретимся с вами где-то после четвертой. В описании напишу подробно, сколько было обминок, через какое время. Будет вам подсказочка. Все, оставляем тесто, накрываем снова. Пусть бродит дальше. Мы находимся на финишной прямой. Наступает время четвертой обминки. Сейчас я ее сделаю и оставлю тесто отдыхать для полного конечного выбраживания. Делаем обминку и где-то я его оставлю на полтора часа. Полтора часа я его не буду трогать. И спустя это время будем его формовать. И отправлять в корзинку и на холодную расстойку. Прошло полтора часа. Тесто увеличилось в объеме. Сейчас мы его будем предформовать. Присыпем немножко мукой, чтобы оно не липло к столу. Переворачиваем. Прибираем немножко тесто к центру. Переворачиваем его. И при помощи скребка округляем. Подкручиваем от края к центру. Можно также руками. Не сильно его подтуживаем. Тесто мягенькое, хорошее. И оставляем его на 15 минут, чтобы оно расслабилось. И потом будем делать формовку. Прошло 15 минут. Я подготовила корзинку, в которой у нас будет растаиваться тесто. Присыпаем его мукой. Переворачиваем. Я буду использовать самый простой способ формовки. Просто скрепляем его. И закручиваем. Не очень туго. Чтобы не полопались все пузырьки воздуха внутри теста. Все. Быстро. Просто. Капельку снова присыпем. Ну и все. Отправляем наше тесто в холодильник. На длительную холодную ферментацию. Завтра утром буду его печь. Где-то в холодильнике он у меня пробудет минимум часов 15. Все. Такое тесто в заготовочку отправляем. Вступило утро следующего дня. Нам сейчас понадобится лезвие. Я буду печь без кастрюли. Просто на пекарском камне. Поэтому у меня есть вот такая деревянная лопатка. Понадобится кусочек пергамента. И, собственно, наш хлебушек, который бродил 16 часов в холодильнике. Духовка у меня разогрета до 235 градусов. Грела духовку больше часа. Вместе с камнем. Температура посадки также 235. И допекать будем на 220 градусах. Делаем надрез. Очень люблю такой держатель. Мне удобно. У лезвия немножко изгиб. И хорошо как раз тоненько заходит под тесто. Все. Отправляем на 15 минут 235 градусов. И дальше двигаем 15 минут. Температура 220. Вот такой чудесный хлебушек. Красивый, румяный. У нас с вами получился. Сейчас дождаться скорейшего его остывания. И разрезать. Посмотреть, что у нас вышло. Настал тот момент, когда можно узнать результат. Мне уже не терпится его разрезать. Такой он красавчик. Очень хрустящий. Давайте поскорее его разрежем. Прекрасно. Просто замечательно. Ой, как он пахнет. Он очень мягкий. Такой прям нежный-нежный. И запах у него, кстати, достаточно необычный. Но очень вкусный. Из ржаной закваски, конечно, он отличается от пшеничного. В общем, 100% эксперимент удался. Пробуйте. Испытывайте свою ржаную закваску. Проверяйте. Экспериментируйте. Всего вам доброго. И спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok